Дорогие мои, всем огромнейший привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. И уже пришло время, наверное, подводить итоги ухшедшего, уже точнее, хотела сказать, уходящего 2018 года. А точнее, снять видео о фаворитах, потому что у меня есть что сказать вам, есть что рассказать. Я думаю, что вам будет это интересно. Я планирую сделать два видео. Одно будет о декоративной косметике сегодня. И затем я сделаю отдельное видео о уходовой косметике. Также я обещала вам рассказать про кератин. Средства по уходу за волосами будут в самом конце. Начнем мы с покрытия. И начну с тона, пожалуй, потому что здесь и пудра будет. И моим любимым тоном в этом году стал тон от Evalon. Он супер бюджетный. Называется он Liquid Control HD Long Lasting Formula. У меня оттеночек 0,15 Light Vanilla. По-моему, это не самый светлый оттенок. И это жидкая тональная основа. Здесь очень удобная пипеточка. Перед применением нужно взбалтывать, написано. У меня кожа, она комбинированная, склонная больше к сухости скорее. Но в эту зиму как-то меня моя кожа удивила. И она стала немножечко жирниться в Т-зоне. Меня спасали матирующие салфетки. Меня спасала матирующая пудра. Но мне этот тон понравился тем, что он очень легкий. Он при этом дает среднее покрытие. У меня есть веснушки. У меня неровный цвет лица. Иногда лицо красное за счет сосудов. Особенно после болезни. Он с этим справляется. То есть он перекрывает. При этом нет маски на лице. Мне нравилось наносить его именно кисточкой от Real Techniques. Очень редко когда тональные средства наносила. Этой кисточкой в основном спонжем от Real Techniques. Но именно данное средство мне нравится носить именно кисточкой. Оно прекрасно распределяется. Никаких пятен. И оно достаточно стойкое. Обязательно попробуйте. Не советую представительницам жирной кожи. Потому что думаю, что он сильно будет увлажнять. Потому что этот тон меня спасает во все времена. Когда у меня кожа обезвожена. Когда у меня кожа шелушится. Он ее чуть-чуть восстанавливает. Он еще добавляет увлажнение для моей кожи. Поэтому он мне очень нравится. Я его советую. В продолжение темы от Everline. Также у меня есть две пудры. Вот такие. Матирующие. Минеральная пудра. С разглаживающим эффектом. Вот именно разглаживающий эффект меня и привлек. Потому что в основном пудры, которые у меня есть, они как-то подчеркивают наоборот все мои поры, шелушения, морщинки. У меня оттеночек 204 и 23. Вот так вот выглядит пудра внутри. Я изначально взяла вот именно вот эту шиммер. Потому что я хотела какой-то средний цвет. То есть не очень светлый. И в тестерах был именно вот этот цвет. Такой более нейтральный. И в тестере, я когда попробовала, он мне идеально подошел. И я даже не подумала открыть упаковку и посмотреть, что вне внутри. Я не использую вот этот шиммер. Он мне не особо нравится. Тут достаточно крупные блестки. И он чуть-чуть отбеливает кожу. Ну, в общем, он не очень хорошо смотрится на кожу. Я использую вот эти два. То есть аккуратно кисточкой смешиваю и наношу их на лицо. Обалденная. Сейчас, кстати, эти продукты на мне. Чуть придает такого шиммера. Я все порываюсь купить метеориты в третьем оттенке. Но что-то, не знаю, мне гложет цена на самом деле. Напишите, кстати, у кого они есть. Как они вам, у кого расширенные поры. Насколько оно действительно того стоит. Потому что, в принципе, меня устраивает данная пудра. Я, кстати, даже вот этот оттенок наношу под глаза. Закрепляю здесь консилер. Это пудра же более нейтрального цвета. 23 номер. Где-то полгода я уже их использую. И я очень ими довольна. Об этом присмотритесь. Если вы будете у стенда Everline, я считаю, что это достойные продукты. И достойное внимания. Кстати, с жирным блеском данные пудры не особо сильно прям справляются. В сочетании с тональным кремом я использовала вот такой вот праймер от Catrice. Корректор цвета тональной основы. Prime and Fine Makeup называется. Он также очень бюджетный. Я часто сейчас пользуюсь автозагаром. Поэтому мне нужно как-то сравнивать кожу лица и кожу тела. Здесь всего лишь 15 миллилитров. Но оно суперэкономичное. То есть я где-то одну небольшую капельку добавляю в тональное средство. Данное средство никак не меняет структуру самого тонального крема. Это очень удобно. Потому что, например, у меня там самые светлые оттенки тонального средства. Летом я загораю. И покупать постоянно что-то новое, да, там просто взять тон потемнее, мне кажется, это не самый лучший выход. Вот такие средства. Палочки, выручалочки. Хотела вам показать тоже такую штуку. Вот такая вот баночка жестяная. Это Алиэкспресс. Стоила на копейки. Просто к чему? Вот здесь вот такая вот штука. Можно было и кисточку быстро очистить, и еще удобно снимать излишки. И еще очень удобно. Вот эту часть я использую для смешивания как раз тонального средства. Так, давайте перейдем к палеткам. Касаемо контурирования и всего такого. Хотя контурингом я особо не пользуюсь сейчас. То есть в основном это бронзеры, хайлайтеры, румяна. Моя любимая, одна из любимейших палеток, это все-таки Гоша. Контуринг строп кит. И вот она в таком вот замызганном уже состоянии, в ужаснейшем. У меня было два оттенка. И первый, и второй. Из первого оттенка оставила вот эти два хайлайтера, потому что вот этот такой с розовым оттеночком. Этот уже такой какой-то персик розовый, очень красивый. Можно в качестве румяна использовать, если вы прям длина кожа очень сильно. Можно в качестве хайлайтера тоже хорошо подходит. А вот эти два верхних я взяла из второго оттенка. Мне нравится вот этот желтый оттенок. Я стараюсь с ним не перебарщивать, но он хорошо смотрится на щечках в качестве бронзера. И вот этот иногда я также использую совместно, либо чтобы, скажем так, чуть-чуть выделить скулу, либо же носик выделить. Если вы ищете какую-то рабочую палетку, которая вот одна на все времена, присмотритесь в Гошу. Следующая палетка, это палетка от NYX. Она у меня появилась ближе к концу года. Я не могу сказать, что она прям полностью рабочая лично для меня. Для меня работающие оттенки это вот этот потрясающий хайлайтер. Он невероятно красивый. Он сейчас на мне. Он достаточно естественный. Он не выбеливает. Он чуть-чуть с мелким шиммером, но он прям незаметный. То есть он дает именно сатиновое, красивое, живое покрытие. Еще мне нравится вот этот оттеночек. Его использую больше как бронзер. И еще вот этот розовенький оттенок мне также нравится использовать в качестве румян. Он неплохо смотрится. Как раз дает вот это сатиновое, красивое покрытие с элементом переливания. Остальные оттенки я просто не использую. Кстати, вот этот оттенок самый провальный, белый. Он достаточно рыхлый, плешивит. Давайте закончим тему лица. И я вам покажу вот такой вот хайлайтер от Makeup Revolution. У меня их было несколько. Liquid Bronze Cold. Это такой бронзовый красивый оттенок, но его я использую именно в качестве базы. Я уже в каком-то видео говорила. Мне нравится очень сильно, как он подсвечивает кожу. На него тональное средство прям ровно-ровно ложится плотным слоем. Чаще всего я наношу вот на эту зону, то есть щеки, подбородок, нос и лоб. Давайте теперь про глаза. Я миллион раз хотела в прошлом году вам показать тушь, которая просто, не знаю, перевернула мой мир, наверное. Потому что моей любимой тушью все время, я уже не знаю, сколько лет была, от Vivienne Sabo Cabaret. Но все чаще я нарываюсь подружки на засохшие какие-то версии. Мне подарили вот такой вот тушь от Guerlain. Petite Rob Noir Mascara. Первый оттеночек у меня Black. Почему она, собственно, взорвала мой мозг? Потому что я такой ярый приверженец того, что, ну, люксовая косметика, особенно туши, это просто выброс денег. Я не говорю, что люксовая косметика плохая. Просто что касаемо туши, мне кажется, очень тяжело найти что-то стоящее. А мне не хочется тратить деньги на поиск чего-то, когда у меня есть то, что мне нравится. В общем-то, эту тушь мне подарили. Здесь необычная очень щеточка. Сверху как будто кружочек, потом такая елочка конуснообразная. Тушь дает невероятно красивые ресницы, естественные. Никаких эффектов пучков, жучков и так далее, тому подобное. Она разделяет каждую ресницу. Она сама подкручивает ресницы. Ресницы, они так держатся целый день. Ресницы очень-очень красивые, естественные. В последних видео мне много вопросов писали, когда я там снимала влог про переезд и так далее. Какой вы тушью пользуетесь? Вот это Герлен. То есть я в последнее время во всех видео пользуюсь только ей. Небольшой минус этой туши, ну, помимо цены, мне неудобно данной щеточкой прокрашивать нижние ресницы, поэтому я прибегаю к Кабаре. Но все же осыпается очень сильно Кабаре, когда я ее ношу. Не знаю почему, как-то раньше я этого не замечала. Либо я просто на это закрывала глаза, то есть мне постоянно приходится отсюда смахивать. Литуаль, скидка на данную тушь, она была и до нового года, она стоила 1200 с копейками, я решила ее не брать. И я ее буквально пару дней назад заказала вообще за 658 рублей. Я хотела взять две в наличии, не оказалось. Средства для бровей. Их нельзя не пройти, и все же, и все же, несмотря на то, что я много чего пробовала, любимым средством для бровей оказывается вот эта помадка от Беспешл, и совместно с кисточкой также от этой марки. У меня оттенок 10 Труфель Крим. Это самая идеальная помадка для бровей, когда бровей у вас нет. Если вам нужно дорисовать, подрисовать, заштриховать, у меня брови, например, вот здесь вот сразу такие скошенные идут, да, то есть мне нужно вот эту дугу немножко дорисовывать, немножко прорисовывать снизу, и это настолько все естественно. Для тех, у кого брови есть, и кому нужно чуть-чуть придать, то на более густыми сделать брови, я очень советую вот такую вот палеточку от Golden Rose. Eyebrown Styling Kit. У меня третий оттенок Deep Brown. Он очень достойная палетка, здесь в наборе еще была скошенная кисточка, но она так себе. И маленький пинцетик, и он, кстати, очень классный, он реально, то есть им реально удобно выщипывать все брови, то есть такой дорожный набор. Данная палетка дает именно пудровый такой эффект, очень естественный, густые, красивые брови, главное подобрать свой оттенок, не переборщить. Давайте теперь про помады, и на самом деле их у меня тут совсем немного, то есть это две штуки всего лишь. У меня было отдельное видео в прошлом году, где я показывала практически все помады, которые у меня были. В принципе, сейчас ничего не изменилось, потому что я ничего не докупаю, потому что пока просто не вижу в этом смысла. Все же моими самыми любимыми помадами, которым чаще всего тянется рука, несмотря на то, какой у меня бы не был макияж, они палочка-выручалочка. Это Reluie. Оттеночек у меня 949. 9-й это красивый такой сиренево-лиловый цвет, очень часто его используют, подойдет холодной внешности, холодному цвету типу. Увлажняющая помада, она не очень стойкая, при этом у нее неплохой пигмент, перекрывающий губы. Она очень естественно смотрится, для зимы просто идеально. Более стойкая помада, это помада от Rimmel, это Rimmel Lasting Finish Lipstick. У этой помады более сухая консистенция, но она также супер увлажняющая, супер перекрывающая пигмент губы. Для меня это просто важно. Я могу сказать, что она прям сатиновая, она какой-то дает отболиск металлический, мне кажется, шикарнейший, смотрится на губах, очень дорого выглядит, при этом стоила бюджетно. Я покупала еще в том году в L'Etoile на скидках, я взяла две, но вот эту я использую чаще. В этом году я также начала баловаться автозагаром, мне очень нравится, мне нравится эффект, я белянка, абсолютно белая. И, кстати, вот если вы смотрели влог с Нового года, там на мне был автозагар, и костюм красный на мне намного ярче смотрелся. Многие вещи с открытым воротом, например, смотрятся гораздо лучше к лицу, когда именно автозагар есть на теле. Еще я себе взяла вот такой вот, это уже недавно буквально, это ремувер. Очень удобная, кстати, штука. Если вы где-то переборщили, или у вас какие-то разводы получились, или вот вам все не понравилось, как вы нанесли, то вот этот ремувер очень и очень круто, быстро справляется со снятием именно автозагара. С маркой S&Modis он справляется. Просто наносите, на 5 минут оставляете, затем можно потереть мочалочкой в душе, смыть теплой водой, смывается на ура, никаких пятен, ни разводов, ничего не остается. Поэтому для меня это также спасение. Хотела вам показать все же мои любимчики. Это марка S-Parfume, это парфюмерная вода. У меня это молекула M4, я уже вам показывала ее. И я хочу все-таки включить ее в фавориты, потому что она безумно вкусная. Вот она прям реально очень дорого пахнет, обволакивающей, очень вкусно пахнущей. И девочки меня спрашивали о том, что похожа ли она на молекулу 02, то есть это молекула экцентрик. Хожа, но все-таки молекула оригинальная, она чуть более горчит. Здесь горчинки чуть меньше. Но я вам советую обязательно присмотреться к этому аромату. Я когда с этим ароматом приходила на работу, девчонки у меня там просто все обнюхивались. И в итоге две девочки заказали два таких аромата, именно больших, это 100 мл, это селективная продукция. Нужно было, наверное, вначале сказать, что S-Parfume изготавливает аналоги популярных брендов. Это не подделки, это не китайская подделка, это аналоги. Они в этом очень сильно преуспели. Я обожаю этот бренд, много чего у меня из него было и есть. Сейчас это мой мастхэв на зимний период. И теперь давайте быстро перейдем к волосам. Я делаю себе кератин, делаю его в домашних условиях. Никого не призываю, потому что, ну, не знаю, насколько это все-таки безопасно. Я заказывала на сайте Грейси, сделано в Бразилии. Это был такой набор из трех продуктов. Кератин, естественно, у меня не остался, я его выкинула. А вот эти баночки специально берегла для вас. То есть в наборе идет непосредственно само средство для выпрямления волос. Также идет очищающий шампунь, вот он, циферка 1, и маска. Это адская процедура, особенно в домашних условиях. Лучше ее делать, чтобы вам помогала либо подруга, либо еще кто-то. Я хотела прямые волосы, точнее у меня волосы от природы пористые, перекрашивалась, и мне нужно было закрепить именно мой родной цвет волос, потому что у меня где-то вот, наверное, вот от этой длины волосы были обесцвечены. То есть они и выгорели, и осталось еще последствия моих, мне кажется, окрашиваний. Я хотела сравнять цвет, потому что сейчас это мой натуральный цвет. Я сейчас ничем абсолютно не крашусь. И, не знаю, мне кажется, вот досюда уже мои волосы точно отросли. Остальное просто я сумела сравнять. Когда я наносила данный состав, не когда я выпрямляла, когда я его наносила, после того, как я высушила голову после очищающего шампуня, у меня текли слезы, у меня першило в глазах. Это был просто ад. О результатах. Я осталась с результатом безумно довольна. Я потеряла объем, которого у меня и без того особо-то нету, у корней именно. Сразу купила также на этом сайте вот такой вот шампунь марка Лакме. И она, в общем-то, поддерживает цвет, и она бессульфатная. Очень классно он работает, этот бессульфатный шампунь. Он реально придает блеск, он реально разглаживает и, в общем-то, поддерживает кератин в ваших волосах надольше. И еще у меня, кстати, выпадение было. Сильные волосы, прям очень сильные. При том, что на корни я данный состав не наносила. Но не знаю, связано ли это с кератином или нет. Слушайте, я забыла вам показать. Они выпали. Вот эти салфеточки от Эльф также были моим открытием в этом году. Супер бюджетные салфетки. Это мой капремовер. Я иногда умываюсь ими, прям все стирают. Стирают даже тушь, стирают подводку. Все-все-все абсолютно снимают. Одной салфетки мне хватает, чтобы абсолютно все снять. Они немножечко жестковаты. Сама вот эта тканевая основа, двумя чувствительной кожей я это ощущаю. То есть, когда я начинаю растирать это по лицу. А в остальном, за такую цену, которую они стоят, очень-очень классный вариант. Еще для волос у меня уже в конце года появились вот такие вот продукты от Хаск. До этого у меня была серия с биотином. Она все же суховата для меня. Я себе взяла еще вот такую вот кокосовую серию. Питательный кондиционер и питательный шампунь. У них потрясающий запах кокоса. Также меня данная марка привлекает именно тем, что здесь нету сульфатов, нету парабенов. Как раз то, что нужно для моего кератина, для моего состава на волосах. Очень-очень классные шампуни. Они реально питательные. То есть, даже когда я наношу ванной и смываю шампунь, волосы уже гладкие. Я вот сейчас прям перед видео помылась данным шампунем. Ничего не выпрямляла, никаких дополнительных средств не наносила. Волосы рассыпчатые, волосы блестящие, волосы прекрасно смотрятся. Последнее средство, которое я вам покажу также для волос, которое со мной уже не знаю сколько, какая-то баночка, третий, наверное, точнее упаковочка. Это маска Ладор, это корейская марка. Я ее пробовала до того, как у меня был кератин на волосах. Мне она очень нравилась. И я ее предпочла также, когда у меня кератин появился на волосах, потому что здесь также нету сульфатов. Это восстанавливающее средство для кончиков, для сухих. Здесь дабл коллаген. На этом у меня все. Я очень надеюсь, что видео для вас было полезным, информативным. Я у вас очень попрошу оставить ваши фавориты, названия ваших фаворитов за 2018 год или какие-то открытия за 2018 год в плане косметики внизу. Если вы что-то из этого пробовали, напишите также свое мнение. Давайте будем делиться, обмениваться опытом, потому что я сама все чаще стала заходить в комментарии других девочек, когда смотрю фавориты. Потому что многое из того, что, например, советуют блогеры, то, что всем подходит, мне почему-то не подходит. Я не понимаю, почему так происходит. Поэтому я сразу открываю комментарий. Классный продукт, говорит блогер. Я смотрю, что пишут те, кто его действительно пробовал. Я вас очень люблю. Желаю вам отличного настроения. Всех целую. Всем пока-пока. Продолжение следует.